День добрый, с вами Смирнова Ирина. И сегодня мы поговорим о такой программе для создания презентации PowerPoint. Мы сегодняшнее занятие посвятим знакомству с этой программой. И я могу сказать следующее, что эта программа очень важна для блогера. Я не зря статью об этой программе хочу поместить в рубрику «Инструменты» для начинающего блогера. Потому что на этой программе можно сделать замечательные презентации, которые потом снять в Камтазии студии и сделать очень хороший, интересный, наглядный урок. Вы можете в этой программке создать очень интересные хедеры для своих блогов. Или можете, как я использую обязательно эту программку, тогда, когда создаю картинки для своих статей. То есть эта программка, ну, она очень проста, очень доступна, бесплатна. И пользоваться ей очень-очень просто. Ну, давайте начнем с того, что найти эту программу, она входит в состав Microsoft Word. Найти эту программу, если вы ей еще до сих пор не пользуетесь, можно вот здесь. Заходите в меню «Пуск», во «Все программы» и в программах находите Microsoft Office. Вот он. Открываете его. И вот здесь видите перечисленные те программки, которые вам предлагает офис. Значит, доходите вот до этой рыженькой иконки с буковкой PIM. Видите программку, которая так и называется Microsoft PowerPoint 20. Если у вас этой программки нет в офисе, бывает такое, то вы можете ее бесплатно скачать на любом ресурсе и очень быстро и просто установить. Итак, открываю эту программку и первоначально она у вас будет выглядеть вот так. Вот для того, чтобы здесь создать презентацию, достаточно сделать следующее. Вы заходите вот в эту опцию под названием «Файл», находите опцию «Создать», кликаете и выбираете здесь те предложения, которые выложены вот на этой страничке. Самое простое – это сделать новую презентацию, кликнув вот на эту иконку. Все остальные иконки, вы просто, когда освоите программу, вы просто по ним пройдетесь. Тут очень много информации дополнительной. Итак, кликаю «Новая презентация» и у меня открывается вот такой интерфейс. Давайте мы с вами начнем изучать этот интерфейс по порядку. Итак, сейчас мы с вами посмотрим вот такую вставочку, вот такую опцию, которая называется «Главная». Здесь вот ярлычок рядом с файлом, кликаем на него и получаем опцию «Главная». Что мы здесь видим? Мы видим предложенный лист бумаги. Тот лист бумаги, в кавычках, на котором мы будем с вами работать. Вот он сейчас просто белый. И для того, чтобы создать определенную дополнительную возможность, чтобы очень хорошо можно было наглядно создать презентацию, PowerPoint нам предлагает выбор нескольких видов листов внутри этой презентации. Для того, чтобы их посмотреть, нам достаточно вот здесь вот, вот в этой иконке, кликнуть на треугольничек, и мы увидим предложенные слайды. Вот это титульный слайд, мы сейчас его видим здесь на экране. Это слайд с заголовком и объектом. Это вот два объекта, это сравнение и так далее. Есть просто пустой слайд. Вот чтобы добавить какой-либо слайд к своей презентации, вам достаточно поставить вот такую черту, зайти сюда, создать слайд и выбрать. Ну, например, давайте выберем вот такой заголовок и объект. Обратите внимание, что вот желтая рамочка, активная, показывающая, что, собственно говоря, будет показано вот здесь на вашем рабочем столе, она вот тут вот в слайдах, в уменьшенном виде вот здесь, она будет здесь у вас отображаться. То есть я захочу увидеть первый слайд, я просто кликну по первому слайду, и он отображается у меня первый слайд. Давайте зайдем на второй слайд, и я вам покажу следующее. Если вы захотите установить слайд между этими двумя слайдами, значит, вам достаточно опять кликнуть левой кнопкой мыши между слайдами, появляется черта, вы заходите в создать слайд и выбираете, ну, например, давайте выберем вот такой слайд. Итак, вот таким образом вы добавляете слайды. Но может быть такая ситуация, что вам эти слайды надо будет поменять. Тогда вы захватываете слайд, нажимаете левую кнопку мыши и тащите этот слайд на то место, куда вам надо. Вот видите, перетащилось таким прямоугольничком, этот слайд перетащился на другое место. То есть это сделать можно очень просто. Вот давайте еще раз посмотрим. Вот это у нас заголовок слайда. Я его беру и перетаскиваю вниз. Вот сюда вот. И посмотрите, теперь у меня на первом месте не заголовок слайда, а вот такой вот типа слайд с заголовком и рабочей областью. А заголовок встал теперь на третье место. Ну, давайте вернем все на место, чтобы оно у нас было в том порядке, в каком мы с вами задумали делать презентацию. Вот таким образом вы создаете слайды. Что вы здесь еще можете сделать? В принципе, остальное все очень похоже на вордовский редактор. Вот здесь у вас поле с работой со шрифтами, которое абсолютно одинаково смотрится, как и в ворде. Вот здесь у вас поле форматирования текста. Тоже здесь все абсолютно легко и просто. Давайте посмотрим просто для того, чтобы... Видите, они не активны, эти поля. Для того, чтобы их сделать активными, достаточно вот здесь вот кликнуть на активное поле вот этого слайда и написать уже текст, который нам необходим. Ну, например, давайте напишем такое слово, как презентацию. Как только я написала слово, видите, у меня сразу эти поля стали активными. Обычная ситуация. Я выделяю блоком, меняю цвет. Ну, например, на красный. Я делаю этот шрифт жирным. Я делаю его курсивом. Я его делаю подчеркнутым. Я выбираю вот здесь вот любые шрифты. Ну, например, вот такой вот. И выделяю здесь. Я увеличиваю размер, пожалуйста. Вот. Вот таких вот. Любой размер, собственно говоря, могу сделать. Да? Теперь здесь смотрим. Я могу сделать маркированный список. Рядом появляется кнопочка. Я могу его поменять на нумерованный список. И рядом появляется единичка. Я могу его перетащить. Ну, это уже заголовок. Здесь это не получится. Но я могу вот изменить. Видите, он сейчас в середине стоит. И я могу его вот так вот поставить. А могу его поставить вот сюда. А могу поставить по центру. Вот он будет так, как вы решите для того, чтобы ваша презентация выглядела презентабельно. Так? Теперь смотрите. Вот здесь вот можно поменять направление текста. Вот сейчас у меня выделен, что текст стоит горизонтально. Я могу его повернуть вертикально. Я могу его повернуть в столбик сделать. Да? Я могу его развернуть в другую сторону. И я могу его установить так, как это было первоначально. Итак, эти два поля понятны. Здесь, на этом поле, мы можем с вами вставить текст, нажав вот на эту кнопку. И у нас появляется дополнительное активное поле. Давайте напишем надпись. И я с этой надписью могу делать все, что я захочу. Точно так же могу увеличить, изменить размер, изменить цвет и так далее. Но чем хороша эта надпись? Тем, что я могу ее перетащить туда, куда я захочу. То есть вот этой вот надписью я могу пользоваться так, как мне нравится. То место, которое я захотела поставить, вот там она и будет стоять. Здесь появляется поле вот с такими фигурами. Вы здесь можете выбрать любую фигуру. Ну, например, давайте вот выберем вот такую ленту. И давайте мы ее с вами вот тут нарисуем. Еще раз повторяю, как я это делаю. Значит, чтобы удалить фигуру, вот она выделенная сейчас, я нажимаю на клавишу Delete. Давайте вот я возьму, ну, вот такую вот ленту. Я выделила эту ленту. У меня появляется крестик. Я зажимаю левой кнопкой мыши этот крестик. Видите, он стал активным. И тяну эту ленту так, чтобы она у меня была такого вида, какого мне необходимо. Я могу ее сделать узенькой подняв первым. Могу сделать широкую. Могу ее вот так вот собрать. То есть двигайте курсором так, как вам это необходимо. Теперь посмотрите. Я сейчас отпустила кнопочку. У меня появилась вот такая рамка вот с такими желтенькими ромбиками. Вот этот ромбик дает возможность менять, передвигать, раздвигать. Видите ленту? Она стала как будто пространство между складками ленты стали шире. Или, например, вот здесь. Вот видите, я потянула и сделала ее вот такой. Давайте мы опять ее здесь соединим. Вот так вот. Она получится у нас вот таким вот образом выглядеть. Теперь мы эту ленту можем с вами изменить цвет. Вот как я сейчас буду показывать изменение цвета ленты, вы можете так делать абсолютно с любой фигурой. Вот посмотрите. Сейчас она у нас стандартная. То есть такая, какая она обычно устанавливается, когда мы просто берем фигуру. Теперь давайте мы ее зальем. Давайте мы ее зальем вот красным цветом. Это заливка фигуры. Видите, фигура помечена тем же самым стандартным синим цветом. Поэтому вот здесь есть контур фигуры. Я его тоже заменяю на красный. Или вот если я его сделаю белым, посмотрите, какая у меня лента становится. То есть здесь вы можете экспериментировать так, как вашей душе угодно. Если вы сделаете, например, линию. Давайте вот мы сейчас с вами выберем линию. Вот такую стрелку. Вот вы на презентации хотите показать, что-либо стрелкой выделить. Вот я точно так же взяла, нажала на кнопочку стрелка, поставила курсор, и вот я вытянула эту стрелку туда, куда я захотела. Посмотрите, я сейчас контур фигуры. Уже заливки фигуры здесь нет. Видите, выделена фигура у меня. Заливки нет, потому что здесь нечего заливать. Но здесь можно поменять контур. Давайте мы его тоже сделаем красным, но он получается очень узеньким. Поэтому я захожу опять в контур фигуры. И посмотрите, я могу выбрать толщину этой линии. Давайте выберем 4,5 пикселя. Посмотрите, как она меняется по толщине. 6 пикселей она стала еще толще. Давайте вот такой вот мы ее оставим. Что я здесь могу еще сделать? Я могу здесь изменить ее внешний вид. Например, я ее могу сделать пунктирной. Или вот такими точечками. Или вот такой пунктир. То есть такой, как у вашей душе угодно. И так далее. Изучите здесь все повнимательнее. Теперь давайте посмотрим эффекты фигур. Значит, для того, чтобы использовать эффекты фигур, фигуру надо выделить. Вот я захожу на ленту, я ее выделяю и захожу в эффекты фигур. Ну, например, я хочу, чтобы у нее появилось свечение. Как только я попадаю на свечение, появляется вот такая возможность. Давайте сделаем красное свечение. Вот появляется вокруг ленты красное свечение. Или я захочу сделать тень. В тени, ну, давайте выберем вот такую тень. Наверное, такая тень будет у нас, ну, давайте вот такая вот, чтобы она отображалась ниже. Вот так вот. Чтобы было видно, как она отобразилась, вот я поднимаю ее, эту ленту. Вот так вот. Давайте мы закроем вот эту вот нашу надпись. Я поднимаю, и вот она видна, эта тень. Ну, а теперь посмотрите. Вот мне нужно сделать так, чтобы у меня вот лента была вот здесь, но я закрыла надпись. Значит, что я делаю? Я сначала ленту опускаю вниз, выделяю вот эту надпись и меняю ее цвет. Ну, например, я захочу ее сделать, так эта залипка фигуры не туда зашла, вот сюда надо поменять цвет. Давайте мы ее сделаем вот такой, практически прозрачно. Вот такой вот цвет. Теперь я вот эту ленту поставлю вот сюда. И вот так вот немножечко ее раздвинуем. А значит, вот эту надпись, она мне сейчас здесь не нужна, я ее просто выделяю крестиком, кликаю и удаляю. Давайте мы стрелку тоже уберем, тоже дель-лит-клавиши, да? Вот так вот мы сделали. А теперь посмотрите, у меня надпись закрыта. Она закрыта лентой. У меня появляются две фигуры, наложенные одна на другую. Чтобы выложить фигуру нижнюю наверх, я захожу вот в эту опцию. Называется упорядочить. И посмотрите, я могу выложить на передний план, на задний план, или там переместить вперед и так далее. Я могу это делать с несколькими фигурами. Сейчас у меня лента закрывает надпись. Поэтому я ее перенесу на задний план, чтобы надпись была вверху. Посмотрите, вот она, моя надпись. Чтобы посмотреть, как это выглядит без вот этих рабочих областей, я делаю следующее. Я захожу вот в эту кнопку, показ слайдов, и кликаю. И вижу то, что у меня будет в презентации. Вот буквально использую одну только вкладку под названием «Главное». Вы уже можете сделать очень многое. А вот теперь посмотрите еще один момент, который бы я хотела вам показать. Давайте мы возьмем с вами вот такую фигуру. И вот здесь вот ее нарисуем. Вот она, эта фигура. Обратите внимание, как только я выделила фигуру, у меня стало активным вот такая опция. Называется «Экспресс стиль». Посмотрите, я открываю ее. И чтобы мне не нужно было долго мучиться и работать, я могу, например, создать кнопку вот такого вида. Обратите внимание, видите, я курсором пришла сюда, и у меня сразу выделенный квадратик стал выглядеть вот в рамочке беленькой. Или я захотела его сделать выпуклым, вот с таким вот, с такой тенью. Давайте сделаем оранжевым его. Или сделаем вот таким голубым. Причем давайте вот мы оставим его красным. И если я захочу написать здесь текст, я поставлю здесь курсор. Давайте я напишу 1, 2, 3. Видите, у меня сразу появляется именно такого цвета текст, который был в «Экспресс стиле». Я могу этот текст еще и увеличить в размере. Ну, например, вот видите, он 20 входит, у меня даже больше. И я могу его сделать жирным. Вот такая кнопочка уже у меня готова. Итак, мы прошли с вами меню главное. Нам достаточно вот то, что мы с вами посмотрели, нам с вами этого достаточно. Теперь давайте посмотрим такую вкладку, как «Дизайн». Вот такая вкладочка «Дизайн». Я ее вот так выделяю. Давайте, чтобы у нас с вами была чистая работа, я просто все удалю, что здесь было у нас. «Дельта». Видите, как быстро все удаляется. И у нас остается чистая слайда. С чего мы можем начать? Начать мы можем с того, что у нас, во-первых, есть параметры страницы, которые мы можем здесь выбрать с вами, как книжная, альбомная. Мы можем сделать с вами вот здесь вот отдельные поля, чтобы у нас все укладывалось в определенном размере. Я уже это показывать не буду. Здесь все очень просто. Вы можете сразу выйти на ориентацию слайда. Вот альбомная, вот можно сделать книжную. Давайте вернемся к альбомной, потому что она как-то лучше всего смотрится на экране. А теперь наша задача с вами – выбрать дизайн нашей презентации. Вот если я зайду с вами на главную, вернусь и открою «Создать слайды», то мы видим с вами, что вот нам предоставили белые листы, на которых есть активные окна. Эти активные окна имеют определенные какие-то там форматы. Теперь давайте мы посмотрим с вами, как это будет выглядеть в определенных дизайнах. Вот я здесь открываю вкладку. И посмотрите, сколько дизайнов мне предлагается. Обратите внимание, что если я только начну наводить на какой-либо дизайн, давайте мы с вами закроем, чтобы это было у нас наглядно. Вот, например, давайте я на этот дизайн навожу. И видите, у меня сразу появляется на моей вкладочке вот такая картина. Заготовленная с заголовком слайда. Я прямо в этом активном окне пишу. Под заголовок слайда я сразу могу заполнить. Ну, например, если я переведу сюда, в зеленый цвет, то видите, вот у меня появляется вот такой дизайн моей презентации. Вот такой дизайн презентации. Ну, например, вот такой дизайн презентации. Вот давайте этот дизайн мы с вами и выберем. Обратите внимание, что сейчас покрыт информация о внешнем виде только в центре нашего рабочего стола. А с левой стороны, там, где у нас выложены наши слайды, вот такой, в сайдбарчике, в таком, да, они пока еще белые. Но если я только кликну по, активирую этот дизайн, у меня сразу появится информация о том, как будут выглядеть эти листы. Для того, чтобы внимательно посмотреть, как они будут выглядеть, мы опять заходим с вами в главную. И вот если мы раньше открывали были белые странички, то теперь, видите, нам подсказывают, каким образом будет выглядеть эта наша презентация. Если мы будем использовать сравнение двух объектов, например, вот видите, в таком виде, или заголовок и конкретный объект, и так далее. Итак, вот таким образом, опять захожу сюда, мы с вами выбрали дизайн. А теперь посмотрите, дизайн мне понравился. Ну, например, вот давайте мы вот этот дизайн выберем. Видите, какой дизайн мрачный. А я хочу, чтобы он был, например, в хорошем каком-то синем цвете. Я нажимаю вот на эту кнопочку цвета и выбираю дизайн. Видите, опять меняется только рабочий стол, потому что я пока еще только экспериментирую. Я могу сделать желтый, зеленый, вот такой стандартный и так далее. Этих выборов цветов огромное количество. Вы здесь выбираете то, что вам больше всего нравится. Но мы не будем выбирать. Мы выберем вот этот голубой и оставим его здесь. Итак, что мы делаем здесь на этой вкладке? Давайте мы с вами рассмотрим вот такую информацию, как слайд. Например, вот такой вот с заголовком и активным окном. Посмотрите, как удобно все сделано. Вот в этом активном окне есть уже специальные кнопочки, где мы можем очень многое вставить. Давайте посмотрим. Вот сейчас я активирую это окно и обратите внимание на то, что у нас сейчас с вами идет в меню информация по дизайну. Я могу здесь ставить таблицу. Я кликаю на таблицу и у меня появляется информация о том, какую я таблицу хочу сделать. Вот число столбцов выбираю, число строк, кликаю ОК, у меня появляется здесь таблица. Я не буду этого делать. Я могу сюда установить диаграмму. Для того, чтобы установить диаграмму, мне предлагается вот такой выбор. Посмотрите. Я здесь могу выбрать любую. Кольцевую диаграмму, например, биржа мне нужно что-то показать, пузырьковую диаграмму. Давайте, например, какую-нибудь круговую возьмем диаграмму. Давайте вот такую диаграмму возьмем. Вот мы ее выбрали. И теперь, посмотрите, идет загрузка экселевского файла. Почему? Потому что вы здесь для того, чтобы установить, здесь прямо устанавливаете цифры вот тех моментов, которые вы будете описывать. Например, в квартале первом у вас были сделаны 8,2 тонны чего-либо. В квартале втором у вас было 3,2 десятых. Значит, здесь я думаю, что вы знаете, как работать. Здесь вы просто меняете эти цифры и делаете так, как вам необходимо. Закрываем. И вот видим наш с вами диаграмму. Давайте я сейчас ее удалю, потому что нам нужно с вами будет смотреть дальше. Теперь посмотрите, вот еще одна кнопочка рисунок SmartArt. Вот эти рисунки тоже они очень удачные, сделаны для чего? Для того, чтобы вы могли что-либо очень конкретно и подробно показать на своей презентации. Давайте выберем вот такой рисунок. Вот он у нас показан, какой это рисунок. Я кликаю ОК и вот у меня появляется этот текст. Что я делаю? Смотрите, я могу вот здесь нажать и у меня появляется возможность сведения текста. Давайте посмотрим. Вот это первая например функция давайте напишем. Вот она сразу появляется. Здесь я пишу вторая функция и третья функция. То есть вот я так быстро и легко это заполняю. Дальше обратите внимание на то, что вы можете мы закрываем вот мы все это сделали. Видите, у нас появляется с вами такая информация, что мы можем увеличить. Мы можем вытянуть эту полосочку. Мы можем с вами поменять цвет. Сначала нам предлагают прямо вот готовые форматы взамен цвета. Вот пожалуйста, они у нас стали цветными. Вот на эту кнопочку нажимаем. То есть мы можем сделать очень многое здесь выбрать. Итак, обратите внимание на то, что как только я зашла в смарт-арт, посмотрите, у меня открылся конструктор вот этого смарт-арта. Здесь. То есть все очень удобно. Как только я сейчас удалю дэлитэ, видите, у меня закрылось и перешло все на главное. Теперь давайте посмотрим вставку рисунка. кликаете рисунок и у вас вы можете вставить сюда любой рисунок. Значит, давайте вот зайдем сюда в загрузки. Я хочу вам показать, что оптимальный вариант сюда вставлять рисунки в расширении PNG. То есть такие рисунки, у которых нет поля. Ну вот давайте поставим вот такую картинку Фейсбука. Вот она передвигается у меня туда куда надо. Я ее могу уменьшить. я могу ее развернуть, эту картинку. То есть возможностей очень много. Итак, понятно, как с картинкой работать. Мы уже немножечко с вами этот вопрос смотрели. Теперь посмотрите, есть возможность вставить вот такие картинки. Ну, например, как только вы нажимаете здесь, у вас открывается вот здесь с правой стороны поле с большой библиотекой различных картинок. Вот здесь сейчас человек. Вот я кликнула вот сюда человек. И у меня сразу появляется вот такая картинка. То есть это помощь вам. Мало ли, где-то вы нашли вот такую интересную картинку. Вам понадобилось ее сделать. Теперь обратите внимание, что вот как только мы вставили здесь картинку, у нас появляются вот здесь форматы картинок. Вот они, специально для того, чтобы вы могли всю эту картинку отобразить определенным образом. Давайте посмотрим. вот эта картинка. Вот я немножечко сейчас соберу, чтобы она была на белом поле, чтобы ее было хорошо видно. Я могу ее, например, сделать в определенном виде. Посмотрите, сейчас она стала в рамочке. Если я опять ее выделю, видите, форматирование картинки я выделю, ну, например, давайте сделаем вот такую, чтобы она была у меня в тени. Или, например, давайте мы откроем вот эту вот часть, и я ее захочу и сделаю вот такую развернутую. Посмотрите, вот такую открытку вы можете здесь очень легко и просто сделать. То есть получается просто хорошая, красивая открытка. Вы можете ее потом сделать скриншот и использовать там, где вы хотите это использовать. Вот она. Мало того, вы можете еще ее и развернуть, вы можете ее увеличить, вы можете ее уменьшить и так далее. То есть вы можете сделать с ней все, что угодно. Удаляю картинку и сразу уходит у меня вот здесь вся информация по картинкам. Ну и последнее. Я могу сюда вставить видео. Например, вот я только кликнула на видео, вот у меня появилась вот такая вот возможность. Обратите внимание сразу. Вот сразу все здесь поменялось. То есть вы свое видео, вот оно, это видео, давайте мы его так увеличим. Вы свое видите, видео можете сделать в определенной рамке. точно так же, как это вы делали рисунок. Теперь для того, чтобы посмотреть, что там за видео у нас, у нас есть вот здесь с вами вот кнопочки, которыми мы можем работать. Например, если я собираюсь воспроизвести, я нажала вот на эту кнопку и у меня появляется то самое видео, которое я собираюсь здесь показывать. Все, я закрыла. его. Теперь посмотрите, я могу откорректировать его по цвету. Вот если я нажму вот на это солнышко, то я здесь могу сделать светлее, темнее, я могу изменить расцветку его, я могу сделать заставку для этого изображения. Например, изображение из файла какого-то взяли. Давайте сделаем вот такую лягушку заставкой. Вот она у меня стала заставкой. Но когда я захочу воспроизвести, у меня эта лягушечка сразу идет. Здесь можно очень много работать и очень много делать. Вот здесь есть такая кнопка формат видео. То есть вы здесь можете изменить его внешний вид совершенно. Но я уже не буду сейчас это все показывать, потому что просто нет у нас времени с вами. Я думаю, что вы здесь понимаете, что все это у нас повторяется. Итак, значит, мы с вами давайте удалим вот это вот, чтобы у нас этого не было. Мы с вами изучили вкладку дизайн и просмотрели практически уже все те моменты, которые мы можем здесь с вами решить благодаря вот этим кнопкам. Благодаря этим кнопкам у нас сразу открывается меню, которое нам необходимо было для работы. Теперь давайте поговорим о том, как мы можем сделать сюда вставку. вот если я возьму слайд просто пустой, вообще ничего больше здесь не будет. То есть у меня нет здесь активных окон. Таких окон, как были, например, вот на этом слайде, вот на этом слайде, или вот на этом слайде. Видите, я могу здесь заполнять эти слайды. У меня пустой совершенно слайд. Что я могу с ним сделать? Я могу вставить в этот слайд все, что хочу. причем имейте ввиду, что в остальные типы слайдов я тоже могу вставить это все. Мы практически с вами уже просмотрели эти вставки. То есть мы просмотрели как рисунок вставляется, как картинки, как делается фотоальбом и так далее, фигуры, диаграммы и так далее. Нам нужно посмотреть здесь только еще одну очень серьезную вещь. Это мы можем сделать с вами надпись и это первое, что мы можем сделать. Давайте напишем здесь надпись и второе, что мы можем сделать, мы здесь можем выбрать и добавить очень интересные тексты. Например, шрифты извините. Например, если я нажму сейчас на эту кнопочку, то есть вот я выбрала текст, обратите внимание, давайте мы еще раз вернемся сюда, чтобы вы видели вставка вот Word Art слова красивые, слова вы им говорите, искусство слов, искусство шрифтов в данном случае. Вот я выбираю вот эту с тенью красивую в обводке объемный такой текст. И если я захочу, видите, он сразу затененный, захочу написать что-то таким текстом, давайте опять напишем слово надпись. Видите, я просто начинаю писать, у меня появляется вот такая надпись. Я могу эту надпись перейдя в главную увеличить в размере, вот например такую я сделаю, я могу поменять шрифт, например, взять такой известный шрифт, вот такой Impact, он очень хорош для написания заголовков, вы здесь тоже можете делать заголовки, например, для своих страничек захвата, вот здесь вот мы с вами можем убрать, чтобы оно нам не мешало, то есть вот такая работа вставка Art Design, вот если я сейчас это выделю, то я могу шрифт поменять, например, мне не очень понравился этот шрифт, я захотела его сделать в черном виде, сразу же у меня появляется еще один шрифт в черном виде, но этот шрифт я тогда должна удалить. Обратите внимание на то, что я могу этот шрифт увеличить, давайте еще раз мы его увеличим вот до 80, я могу изменить его цвет, я например захотела его сделать красным, или давайте мы его сделаем ярко синим, или вот таким вот, то есть вы здесь выбираете те цвета, которые вам необходимы, все вот выбрали синий цвет, пусть будет такого синего цвета, значит, мы просмотрели с вами сейчас еще раз вот это меню, которое называется ставка, здесь вы можете вставить объект, здесь вы можете установить дату и время, здесь вы можете поставить номер слайда, здесь вы можете вставить формулу, например, какую-то, вот пожалуйста, прямо уже подготовленную формула, здесь вы можете вставить видео, как мы с вами и говорили, и здесь можно наложить даже звук. Но это мы будем разбирать в следующих видео. Потому что тогда, когда мы уже будем работать с движением в Powerpoint, вот тогда мы с вами на эту тему будем говорить. Итак, мы с вами создали презентацию. Я не буду сейчас говорить о том, что эта презентация удачна. Сейчас наша задача ее сохранить. В данном занятии мы с вами очень многое посмотрели. Поэтому для начала, я думаю, достаточно. Вы просто попробуйте использовать эту программу. Но для того, чтобы все это у вас осталось на вашем компьютере, нужно сделать следующее. Мы заходим вот в эту опцию File и выбираем Сохранить как. Я выбираю Сохранить как и у меня появляется окно сохранения. Значит, давайте мы ее назовем. Эту надпись на английском языке сразу пишите. мы ее назовем Test. Вот она у нас, Test. И я пишу Сохранить. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что вот в нижнем окне, вот тут, написан тип файла презентации Powerpoint. Я пишу Сохранить. Все, она у меня сохранилась. Она не закрылась, эта презентация, по одной простой причине. Потому что обычно для работы используется не столько Powerpoint, а готовое, если нет, конечно, движения, не сделаны анимации, переходы внутри вашей презентации, то вы можете еще эту презентацию сохранить в другом формате. Мы опять открываем Сохранить как. И нажимая вот на этот треугольничек, выбираем все возможные варианты. Если вы хотите сохранить рисунок, который вы сделали в формате GIF, пожалуйста. В JPEG, пожалуйста. Если вы хотите сделать, например, презентацию в PDF, пожалуйста. То есть вы выбираете просто PDF. Вот она у вас сразу появляется расширение. Пишите Сохранить. И идет публикация этой презентации. Ну, она у нас с вами пустая. Но вот мы видим название «Тест PDF». И если я начну перелистывать, то вот они, эти листочки наши, те, которые мы с вами сделали, вот они здесь сохранились и вот они здесь покажены. В PDF формате очень удобно снимать видео. В PDF формате очень удобно делать презентации. Если, конечно, ваша комперенц-комната загружает PDF формат. Итак. Итак. Сегодня мы с вами поговорили о такой замечательной программе для создания презентации, которая называется PowerPoint. Советую вам ее освоить, если вы еще не работаете в ней. Советую ее использовать постоянно. Еще раз повторяю, что это незаменимый инструмент для блогера. Всего доброго. С вами была Смирнова именно Продолжение следует... worm... Смирнова ... ... Продолжение следует...